друзья хочу немножко уделить время на объяснение поведения местной утки которая на озерах у нас в сибири да я думаю что она везде примерно так ведет себя сейчас сижу на достаточно крупном озере между камыша всталку и как забрался то есть лодка у меня прям плотно спрятана между камышей и как бы вот впереди озеро вот такое большое сейчас я покажу я думаю видно да вот там вот волны здесь затяжок есть это северная утка у меня такая нырковая стоит там за камышом там кряква в общем в общей сложности порядка 30 чучел у меня порядка 30 чучел и я хочу сказать что вот такие охоты это хуже всего это самое противное когда вот случаются такие охоты почему потому что утка исключительно местные и в большей части это не кряква и не чурок это широконоска и все что подобное в общем-то надо сказать что она местная утка она имеет свои собственный распорядок дня свои собственные планы как она привыкла свое собственное поведение и почему вот терпеть не могу такие охоты почему потому что она совершенно не контактная абсолютно не контактная будка она вообще никаким образом не реагирует на чучела она никаким образом не реагирует на монок она абсолютно не поддается ее полеты как бы системе потому что во многих ситуациях утка просто летает как бы как как и вздумается то есть о чем речь есть озеро вокруг этого озера камыш она может часто у нее бывают проходы по каким-то в одну сторону другую вообще на над сушей вокруг озера а в середине озера по территории озера там где есть вода она летает очень низко буквально метр полметра над водой вот это широконоска большими стаями от 1 до 20 до 50 даже большими стаями она летает и самое главное что она летает вообще совершенно не подойти территорию траектории которая не поддается четкой прям вот оценки да она может в одну в другую струк так 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 сколько бы ты не крякал сколько ты не манил бы идет какие бы чучела не поставил вот у меня порядка 30 чучел сейчас это совершенно бесполезная вещь то есть таким же успехом я бы мог сесть сюда без чучел и просто ждать когда налетит утка то есть она вообще не интересуется чучелами она просто летит вот в интересующем ее направлении если это направление совпало с вас с вашим местонахождением у вас есть возможность стрелять но если она летит низко если высоко то высоко я не стреляю то есть я стреляю на адекватных предстояний вот бывает что она летит практически вообще над водой и там если есть волна и его и не видно практически бывает то есть видишь в последний момент и так далее то есть она совершенно не реагирует на какие-либо завлечения какие-либо манки голоса чучела или еще что-то и это хуже всего то есть сидишь тупо ждешь когда она налетит вот так себя ведет местная утка особенно так себя ведет вот такие вот как широконоская и прочие часто более контактные это кряквы более контактные это чирок там что-то вроде этого но эти это просто выводит из себя сидишь и просто дергаешься я не люблю такие охоты даже если как бы вот даже если налетела стая да ты пострелял там одну-две да хоть пять выбьешь то это не приносит удовольствия потому что это просто случайно она зашла на тебя и вот как бы ты получил это дело то есть это не приносит радости того что ты там чучелами своим еще что-то наманил получил да то есть ты добыл эту утку нет она просто тупо зашла на тебя и ты ее подстрелил вот блин самые неприятные охоты которые можно представить себе которые вот я сейчас вот я нахожусь сидишь и ждешь когда тупо в твоем направлении пролетит какая-то утка вообще и по барабану по моему если если бы я выплыл на лодке посредине озера она вы все равно летала бы не обращая на меня и каким-то образом там все равно бы нашла на меня две-три дуры все равно бы налетели и интересно что вот в стороне берега вот там на противоположной стороне там у нее видимо где-то в сторону рядом с берегом над камешами над камешами пролет я там не стреляю потому что утку там практически невозможно найти но там кто-то кто-то на той стороне есть то есть они стреляют там какие-то зенитчики то есть там она высоко идет зенитчики там они стреляют на 40 на 50 метров ничего не не добывают конечно вот но самое главное не стреляют стреляют там вот она конечно ну и шугается шугается улетает и вот это продолжается и они все равно она периодически туда заходит Все равно он стреляет Она разворачивается Потом она все равно заходит туда Он стреляет на высоте Конечно не попадает Вот Здесь она где я сижу Она летает низко там полметра над землей Но вот сижу жду Когда зайдет в мою сторону На меня Тут пару раз заходила она Причем не стесняется Налетать если ты выплыл Если там что-то поправит Она может в этот момент залететь Ей все равно То есть у нее как бы Есть программа Вот она эту программу выполняет Хаотично гоняет над озером Это раздражает Просто Это просто раздражает Жутко Я не люблю такую охоту Потому что это охота Дело случая Насколько ты удачно сел Что она будет как сумасшедшая Именно в этом месте лететь Ну и потом На скоростях На всем на этом Стрелять ее Невозможно Я Сейчас вот Пару-тройку налетов было Но она Летит-летит на меня И я только уже стрелять Она резко Поднимается вверх То есть Здесь камыши Она над камышами Поднимается вверх И в этот момент Я понимаю Что если я стрельну Она попадет в камыши И я ее не найду Я не стреляю То есть Он поднимал Раза три ружье Но не стрелял Сейчас жду Когда нормально Может быть Не рядом с камышами С этой стороны Они тоже гоняли Сейчас вот место поменял Сижу Жду В надежде Что я вот Изменив место Теперь попаду Ближе к ее пролету Но пока я посидел Теперь она вроде Летает еще дальше Я думаю Может быть Чучела здесь оставить А поплыть Там встать То есть Не угадаешь Где она полетит Потому что Потому что Она не имеет Какой-либо системы И это раздражает Ребята Не люблю я Такие охоты Ну все Пожаловался Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok